Как управлять шаговым мотором от дисковода без помощи микроконтроллера или компьютера? Для того, чтобы переместить головку, нужно подать сигнал на ножку направления и подавать импульсы на ножку шага, степ. Обычно для того, чтобы это сделать, только для того, чтобы проверить, нужно либо использовать микроконтроллер, либо распаивать специальный кабель, который втыкается в принтерный порт компьютера, писать специальную программу, когда не хочется этого делать. Конкодер. Как правило, это крутилочка, которая ощущается, такие щелчки внутри. Конкодер это, с электрической точки зрения, это два переключателя, два даже, два выключателя. Замыкают два из имеющихся контактов на общий. Контакты А и Б. Если мы нарисуем то, что будет на ножках А и Б, на выходе энкодера, который вращают, мы увидим вот такую картину. Это два меандра, которые смещены друг относительно друга. По тому, какой сигнал идет впереди, можно всегда определить, в какую сторону вращается вал энкодера. Эта картина очень напоминает то, что мы хотим увидеть на входе нашего дисковода, для того, чтобы подвигать головки вперед и назад. Если мы нарисуем все то же самое, но обозначим А от энкодера, ножка и direction, Б от энкодера, ножка и шаг, то получится картина, которую дисковод воспримет как сигнал к действию. Допустим, мы будем вращать энкодер по часовой стрелке, и тогда сигнал А будет опережать сигнал Б. Что мы увидим с точки зрения дисковода? В момент каждого отрицательного перепада, значение на ножке dir, direction, всегда будет положительным, единицы. Если мы теперь начнем вращать энкодер в обратном направлении, в этот раз можно сказать, что сигнал Б опережает сигнал А. Теперь каждый раз, когда происходит отрицательный перепад на ножке шаг, степ, значение на выходе А, direction, будет 0. Отрицательный перепад на ножке степ будет использоваться дисководом как команду к движению головки в обратном направлении. Теперь нам осталось только подключить наш энкодер к ножкам дисковода и запустить всю эту конструкцию. Схема выглядит приблизительно вот так. Энкодер имеет три ножки, одна общая, та, на которой замыкаются А и Б, и, собственно, А и Б, которые мы видели на графике. Подключим ножку Б к входу направления, ножку А к входу команды шага. 17 это общий, разумеется, нужно получить питание. Вот это мой дисковод. Это энкодер. Вот его три ножки. Вот это общая нога С, ножки А и Б. Здесь то, чего я не показал, это напаянные два конденсатора. Они нужны для того, чтобы уменьшить эффект дребезга контактов. Вот интересующий нас шаговый моторчик. Это разъем, здесь питание, здесь три провода, которые я подключил. От энкодера. Вот я кручу ручку в одном направлении. Мотор крутится и двигается блок головок на червячном приводе. И кручу в другую сторону. Происходит ровно то, о чем я рассказывал. Вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует...